Представляем промышленный кооператив Хирадаш-техника. Будапешт, 11-й район, улица Темышвар-20. Здесь расположен один из самых передовых кооперативов Венгрии, промышленный комплекс Хирадаш-техника, который объединил территориально основные службы предприятия, долгое время разбросанные по всему городу. Кроме Будапештского, кооператив имеет свое отделение в поселке Боглар-Лелле. Годовая сумма реализации продукции предприятия исчисляется миллиардами. Гарантией производства конкурентоспособных изделий являются результаты высокой качества разработок конструкторского бюро. В соответствии с мировым направлением технического развития, наше аналоговое измерительное и телевизионное оборудование постепенно сменяется на цифровое. Номенклатура продукции нашего предприятия охватывает все отрасли телевизионной техники. Мы стремимся использовать наши измерительные приборы в автоматизированных измерительных системах, управляемых с помощью ЭВМ. Задачу управления этими системами мы решаем с помощью микропроцессоров и других высокосложных интегральных систем. Мы видим в действии видеодетектор движения. Представим теперь некоторые из наших изделий. Так, например, отдел вычислительной техники разработал универсальную телевизионную микрокомпьютерную систему типа HT680X. Микро-ЭВМ, работающая на языке Basic, может быть использована в качестве настольной ЭВМ для научно-технических расчетов при решении финансовых и коммерческих задач, а также для управления автоматическими измерительными системами, студиями и системами промышленного телевидения. Модульная конструкция позволяет создавать оптимальную с точки зрения потребителя конфигурацию указанной системы. Процессор цветного дисплея является системой, состоящей из микро-ЭВМ и цветного графического дисплея. Эта система была разработана нами совместно с Координационным институтом вычислительной техники. С помощью этой системы можно решать множество техника прикладных задач. Цветной дисплей в зависимости от режима эксплуатации пригоден для отображения любого традиционного изображения или изображения в цифровой форме. Управление блоком дисплея осуществляется с помощью микро-ЭВМ. Изображение в цифровой форме, записанное в памяти дисплея по команде ЭВМ, можно подать на экран любого телевизионного приемника или монитора. Дисплей содержит в себе внутренний синхрогенератор. ЭВМ в зависимости от желания потребителя может выполнить на считанном изображении операции опознания формы, различные трансформации и фотошаблоны. На нашем предприятии производят также семью графических дисплеев типа ГД-80, разработанных в НИИ вычислительной техники и автоматики Академии наук Венгрии. К этой серии дисплеев относятся многопроцессорные, вектор, чертежные, графические дисплеи. Индикаторы различной величины могут быть одно- и четырехцветные. Модульная конструкция дисплеев позволяет посредством подключения новых элементов создавать более крупные системы. В лаборатории камер изготавливаются различные варианты камеры типа Minilux Super с широким выбором телевизионных трубок. Эти камеры выпускаются в вариантах для установки как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Эта камера с точки зрения требований к камерам замкнутого телевидения и схемотехническим решениям не имеет себе равных. Синхрогенератор камеры кварцированный, однако он может быть синхронизирован и внешним сигналом. Цветная камера RGB может быть с успехом использована для целей обучения в области научных исследований, промышленности, а также в области медико-биологических исследований. Цветная камера совместно с монитором-видоискателем выдает на выходе сложный RGB-сигнал. Таким образом, дополненная PAL или SECAM-кодером эта камера может с успехом удовлетворять требования небольшой телевизионной студии. Синхрогенератор камеры построен на бис и может быть как внутренне кварцированный, так и работать в режиме синхронизации от внешнего сигнала. С помощью этого можно получить различные фототрюки. В недавно построенном здании находится главный отдел развития производства, где происходит подготовка нулевой серии нового изделия и изучение рентабельности его производства. Во всех случаях целью является то, чтобы серийно производилось только то оборудование, которое удовлетворяет требованиям массового производства и которое как по своим техническим параметрам, так и внешнему исполнению отвечает современным требованиям. Здесь испытывают высокочувствительные камеры, которые среди камер промышленного телевидения выделяются очень высокой светочувствительностью. Для обеспечения качественного изображения достаточно лунного или света звезд. Спектральная чувствительность камеры распространяется в область, близкую к области инфракрасного излучения. Применение этой камеры позволяет решить такие задачи, которые не могут быть решены с помощью камер общего назначения, например, наблюдения в универмагах, аэропортах и на других объектах в ночное время суток. Теперь рассмотрим измерительные приборы, предназначенные для испытания телевизионных строк. Сущность метода измерения состоит в том, что во время телевизионной передачи, без нарушения ее качества, в определенные телестроки подаются специальные международные испытательные сигналы. После автоматической оценки измерительных сигналов, неисправности в цепи телевизионной передачи могут быть быстро устранены. Генератор телевизионных испытательных строк выдает четыре международных испытательных сигнала. Субтитры создавал DimaTorzok В пустые строки во время гашения изображения видеосигнал, передаваемые по любому телевизионному тракту, можно подать испытательные или информационные сигналы. Выбранные нами строки способны для одновременного приема восьми сигналов. Нелинейный измеритель искажений используется для измерения статической погрешности нелинейности, а также для измерения погрешности дифференциальной фазы и дифференцированной амплитуды. Измерение может быть выполнено как с помощью внутреннего времязадающего блока, так и с помощью автономного программирования в любой активной телестроке или в стандартных испытательных строках. В одном из новых зданий расположен цех производства готовой продукции. Здесь производят кодеры, декодеры, смесители, вида-центры. Кроме того, здесь изготавливаются приборы для телестудий и лабораторий, а также производственно-технологическое оборудование. Здесь же изготавливаются различные сервисные приборы. Как, например, цветной телевизионный мультитестер может быть использован для проверки всех каскадов черно-белых и цветных системы PAL и SECAM телевизионных приемников. Мультитестер производится также в исполнении, включающем мультиметр. Универсальный радиомультестер незаменим при ремонте радиоприемников на дому. С его помощью время поиска неисправностей может быть значительно снижено. Телевизионный мини-тестер, который может работать и от небольшого аккумулятора, пожалуй, самый удобный переносной сервисный прибор. Возможность расстройки частоты позволяет проводить проверку каскадов синхронизации. Основой высокой точности генерируемых испытательных сигналов является БИС. Цветные телевизионные комплексные генераторы используются во многих областях телевизионной техники. В телестудиях, на телевизионных заводах, а также в мастерских по ремонту телевизоров. Эти генераторы формируют цветные и черно-белые испытательные таблицы студийного качества, которые в форме видеосигнала, кодированного в системе PAL или SECAM, снимаются с выходов RGB как МВ, так и ДМВ диапазоне волн. Наиболее значительным оборудованием, применяемым на телевизионных заводах, является централизованное телевизионное контрольно-испытательное оборудование, которое можно эффективно использовать при крупном масштабном производстве телевизоров. Это оборудование обеспечивает конвейер, где происходит настройка телевизоров системы PAL или SECAM необходимыми измерительными сигналами. Полный комплект оборудования содержит контрольные и измерительные блоки, таким образом может быть проконтролирована непрерывность выходных сигналов. Хиродаш Техника наряду с Будапештским развивает производство и в Богларлеле. Деятельность предприятия в Богларлеле тесно связана с деятельностью Будапештского отделения кооператива. Здесь, среди прочего, производят составные части промышленного телевидения, камеры, мониторы. Деятельность предприятия в Боглеле. Здесь же изготавливается двухканальный осциллограф с полосой пропускания 15 МГц. Благодаря своим высоким техническим параметрам, этот осциллограф в качестве сервисного прибора можно широко использовать как в импульсной, так и в видеотехнике. Исследование сигналов можно выполнять и при внутреннем, и внешнем запуске с возможностью выделения переднего или заднего фронта запускающего сигнала. Достоинством прибора является также то, что при изучении сложных групп сигналов время задержки пилообразного сигнала можно плавно регулировать. При нажатии кнопки поиска луча искомый луч появляется на экране осциллографа, независимо от положения ручек управления. Осциллограф может работать и от 24-вольтового аккумулятора. Цветной монитор типа МЦ6, имеющий ЭЛТ типа Инлайн, был разработан специально для Московской Олимпиады. Советскому Олимпийскому комитету было поставлено 1100 штук этих мониторов. С тех пор наблюдается повышенный интерес в отношении этого вида продукции хиродаш-техники. Этот монитор с успехом используется на телестудиях многих социалистических стран. Прецизионное ЭЛТ типа Инлайн размером 42 см дополняется самой современной электроникой. Монитор изготовляется в RGB PAL SECAM, RGB SECAM и RGB PAL исполнении. В нем имеются два вида обхода, благодаря чему несколько мониторов могут быть включены последовательно друг с другом. Синхронизация монитора может осуществляться с помощью как внутренних, так и внешних синхросигналов. Естественную цветопередачу обеспечивает высококачественный декодер. Габаритные размеры монитора, подобно другим приборам, выпускаемым хиродаш-техникой, соответствуют 19-дюймовой модульной системе, благодаря чему он может эксплуатироваться в сборе со стойкой, либо в качестве самостоятельного прибора. Среди планов развития кооператива важное место занимает не только расширение номенклатуры выпускаемых изделий, но и совершенствование социальных условий на предприятии. Хиродаш-техника, как место работы, является для работающих на нем вторым домом. На многочисленных технических смотрах творческая работа коллектива позволила добиться значительных успехов. Так цветной графический дисплей получил большой приз Будапештской международной ярмарки. Награждение лучших изделий многочисленными призами ярмарок является оценкой высокого технического уровня продукции. Богатая номенклатура выпускаемой продукции является основой коммерческой деятельности предприятия. Заключаемые межгосударственные контракты на поставку оборудования основываются на разработке изделий, ориентирующихся на рынке сбыта, а также высокий уровень продукции. Организованная, активная производственная деятельность кооператива Хиродаш-техника получает все большее международное признание и уважение к изделиям с маркой Хиродаш-техника. Субтитры создавал DimaTorzok